Если вы хотите узнать о точной дате выхода Arizona Mobile, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед этим Arizona, Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConner находятся в описании данного видеоролика. Поэтому заходите туда и ознакомьтесь со всей информацией именно там. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором публикуется вся интересная и интересующая вас инфа. Поэтому если вам всегда было вот все это интересно, то можете зайти конкретно вот туда и ознакомиться со всей этой информацией именно там. Ролик с Arizona Mobile является топ-2 роликом по популярности у меня на канале. А это значит, что тема достаточно интересна большому количеству людей. Да, о чем тут можно говорить, если сразу же после публикации данного видеоролика и ссылочки на скачивание такой, знаете ли, демо-версии Arizona Mobile. То, что нужно было там перейти в Telegram и сделать все прочие вещи, там подписаться, там и все прочее. А подписалось более, по-моему, то ли 70, то ли уже, я не знаю, 80 человек. То есть, тема, как вы понимаете, очень такая вот нужная вот людям, да, на Arizona RP. Потому что многие, в том числе и я, как бы, хочу поиграть на Arizona Mobile. Потому что все остальные проекты, там, знаете, этот Сантропе или проект от Антресукре, который, по-моему, так и называется, Сантропе. Ну, будем честны, они не внушают мне какого-то доверия. А вот Arizona Roleplay, вот когда я захожу на Arizona Roleplay, допустим, с компа, то у меня нету какого-то такого, знаете ли, плохого предчувствия. Как бы, у меня все отлично, я могу спокойно скачать их лаунчер и быть уверенным в том, что в этом самом лаунчере не будет каких-нибудь, там, я не знаю, кейлогеров, там, или вот РМСов, или такой штуки, которая стилит все пароли. Ну, это же полная хуйня. Поэтому, как бы, скачивая какую-то штучку на свой андроид-телефон, АПКшную от Arizona Roleplay, я точно так же уверен в надежности данной, данного мобильного GTA Samp. Потому что я уже давно хочу поиграть, знаете ли, в GTA Samp, но, к сожалению, играю только, там, знаете, на двух-трех серверах, и то не особо активно, а вот на Arizona Roleplay мне бы пиздец как хотелось поиграть. Поэтому я с нетерпением, как и вы, жду, вот, выхода данного клиента на вот эти вот все мобильные андроид-устройства и вот все прочее. Однако, однако, не так давно, а именно сегодня, хотя я не знаю, когда вы смотрите данный видеоролик, вышла новость о том, что, мол, в паблике Arizona Mobile, который уже насчитывает, там, более 30 тысяч человек, вышла такая новость, мол, знаете, пацаны, мы давно не писали, и совсем долго от нас не было новостей, но сегодня мы вам можем заявить о том, что закрытое бета-тестирование прошло успешно. Что это значит? Это значит, что все функции клиента были протестированы, все было протестировано, все, вот, знаете ли, вот эти вот все штуки, о которых вы можете только знать или можете не знать, допустим, покупка машин, покупка домов, там, я не знаю, донат-услуги, там, все прочее, то есть, все это было успешно протестировано, и все это, как бы уже, и всем этим, а как вы понимаете, уже можно спокойно пользоваться, будучи каким-нибудь, там, я не знаю, вот, обычным челиком, да, и то есть, что из всего, какой вывод можно сделать из всего этого? А вывод можно сделать только один, что в скором времени мы уже сможем поиграть на Arizona Mobile. Точных чисел, точных дат и всего прочего я сказать вам не могу, однако я, вот, исходя из всех своих рассуждений, могу предположить, что, ну, вот, больше недели я не дам всему этому, то есть, уже где-то через неделю, как мне кажется, выйдет этот самый Arizona Mobile, вот, официально, как мне кажется, то есть, что еще нужно сделать? Ну, это все, закрытое бета-тестирование прошло, все функции успешно работают, как бы клиент, насколько я понимаю, выдерживает нагрузку, хотя, наверное, большой нагрузки еще от всего этого не было, и, в общем-то, ну, все, а что еще делать-то? Там что-нибудь подредактируют немножечко, вот, там, несколько дней, и уже в скором времени мы сможем поиграть на Arizona Mobile. Однако, однако, вы знаете, что это мое оценочное осуждение, мое субъективное мнение, я просто вот так вот считаю, как говорится, имхо. А имхо как у нас расшифровывается-то? Имею мнение, хуй оспоришь, поэтому, друзья, давайте просто будем спокойны, спокойны в данном случае. Поэтому не нужно паники разводить, не нужно уже там говорить, о, блядь, ура, Arizona Mobile, скоро мы поиграем, то есть, может пройти как неделя, так и больше, немного. А, возможно, вот я выпускаю этот видеоролик сегодня, а уже завтра, там, или, я не знаю, в 12-х, там, в 13-х числах уже все выходит. Вот, точной даты в данном случае назвать нельзя, потому что я не являюсь каким-то инсайдером от Arizona Mobile, я просто могу вот, как обычный человек, как обычный игрок Arizona RP предположить. Ну, конечно, бля, Mobile там этот свой выпускают, делать-то им там нехуй больше, донат машина, блядь. И, как лично мне кажется, вот это вот, знаете ли, Arizona на мобилку, она немного так, знаете ли, воскресит, что ли, вот GTA Samp для меня, потому что я в GTA Samp уже не играю больше, наверное, там, не знаю, 2-3 лет, вот чисто захожу геймплейчик, отснять и все прочее. А вот это вот Arizona Mobile, вот это весь мобильный гейминг, когда ты не знаешь, что тебе делать на скучных парах, или на скучных уроках, или в целом ты там куда-то едешь очень долго, то ты можешь поиграть. Разумеется, для всего этого нужна нормальная скорость интернета, ну, камон, у нас как бы уже в скором времени должны запустить 5G-сети по всей России, поэтому я думаю, что какого-то большого, знаете ли, ну, я не думаю, что мы вот с этими всеми штуками испытаем какие-то большие дискомфорты и вот все прочее. Поэтому мобильный интернет и свободное место, а также какой-нибудь там, я не знаю, телефон от Xiaomi или от Huawei там на 4000 мА, и можно будет спокойно играть где-нибудь там у себя на парах, либо на уроках, либо в поездке, во всем прочем. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика IP Arizona Roleplay Phoenix, а пока что на компьютер находится в описании данного видеоролика, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok